Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из беседы Святаго Иоанна Златоустого на книгу Бытия Беседа 34 Правильный Авраам с самого начала, с самых ранних лет поступал мудро И как странник и пришелец переселялся то оттуда сюда, то отсюда туда И везде старался показать на деле боголюбивое свое расположение Так, едва поселился он под дубом маврийским, как тот час же и устроил там жертвенник Господу Видишь, благодарную душу, едва устроил кущу Как тот час же вознес ко Богу благодарение за дарованное ему обетование Да и на каждом месте, где не поселялся он, прежде всего заботился об этом Устроял жертвенник, возносил молитву и исполнял апостольскую заповедь повелевающую На всяком месте молиться, воздевая преподобные руки 1 Тимофею 2.8 Видишь душу, воскреленную любовью к Богу и за все приносящую благодарность Он не ждал, пока обетование исполнится, но благодарил за обетование И делает со своей стороны все, чтобы изъявить благодарность за прежнее Расположить своего Господа и к исполнению обетования Этому праведникам будем подражать и мы Будем твердо полагаться на обетование Божие И пусть непродолжительность времени не ослабляет нашего усердия Никакие бы то ни было встречающиеся препятствия не колеблют наших помыслов Напротив, уповая на силу Божию, будем являть такую искреннюю веру Как будто бы мы уже пред глазами у себя имели исполнение обетований Ведь и нам Господь обетовал великие, чрезвычайные и превосходящие наши понятия дары Разумея наследие Царствия Небесного Участие в неизреченных благах Жительство с ангелами Освобождение от гиены Однако ж, не будем не верить этим обетованиям потому только Что не видим обещанного телесными очами Но помышляя о неложности обетовавшего и о великом могуществе его Будем созерцать эти блага очами веры И судя по тому, что уже даровано нам Будем питать добрые надежды и в отношении к будущему Для того-то Он и даровал нам многое здесь Чтобы вразумляемые здешними благами Мы твердо надеялись и на тамошнее Тот, кто из любви к нам предал Сына Своего Уже ли не дарует нам и всего прочего? Как и Павел сказал Тот, который Сына Своего не пощадил Но предал Его за всех нас Как с Ним же не дарует нам и нам всего Римлянам 8.32 Если Бог Сына Своего предал за нас грешных Если удостоил нас дара крещения Если даровал нам оставление прежних грехов Если открыл путь покаяния Если для нашего спасения совершил бесчисленное множество других дел То явно, что подаст и уготованные нам в будущем веки блага По своей благости, приготовив эти блага Прежде чем мы явились в мир Уже ли Он не даст нам и насладиться ими? А дабы тебе увериться, что Он еще заранее Предуготовил эти блага для нас Послушай, что Он Сам скажет к стоящему одесну Его на последнем суде Приидите, благословенные Отца Моего Наследуйте Царство, готованное вам от создания мира Матфея 25.34 Видишь в измерную благость, по которой Он явил Такую любовь к нашему роду Что еще прежде создания мира Уготовал нам наслаждение Царствием Не будем же, прошу, непризнательны Не сделаем себя недостойными столь многих даров Но возлюбим, как подобает Господа нашего И не станем делать ничего такого Что могло бы прекратить Его к нам благоволение Разве мы предварили это дело? Он, предупредив нас, явил великую незреченную любовь к нам Не странно ли же не любить и нам, сколько можем Того, кто так возлюбил нас Он, Господь Иисус Христос, и из любви к нам Все претерпел с радостью Ишедший из самих, так сказав, недротеческих Благоволил принять зрак раба Испытал все человеческие нужды Потерпел озлобление без чести от иудеев Наконец, принял крест и поносную смерть Чтобы посредством веры в Него Избавить нас, присмыкавшихся по земле И обремененных бесчисленным множеством тяжких грехов Помышляя обо всем этом Блаженный Павел, пламенную, любивший Христа Обтекший, как бы накрыли всю Вселенную Старавшийся в теле явить совершенство Бестелесных существ, восклицал так Любовь Христова объемлет нас 2 Коринфянам 5.14 Смотри, какая признательность Смотри, какая высокая добродетель Смотри, какая горячая любовь Любовь, говорит Христова, объемлет нас То есть возбуждает, нудит, увлекает Потом, желая пояснить слова себе, он говорит Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили Но для умершего за них и воскресшего 2 Коринфянам 5.15 Видишь ли, как справедливо сказал он Что объемлет нас любовь Христова Если, говорит Христос, умер за всех нас То умер для того, чтобы мы, живущие, не для себя уже жили Но для него, умершего за нас и воскресшего Примем же апостольское увещание Будем жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего Он Как скажешь, можем мы жить не для себя Послушай опять же того же блаженного Павла, который говорит Уже не я живу, но живет во мне Христос Галатам 2.20 Смотри, как он, ходя по земле и будучи обложен плотью Жил так, как будто бы обитал на небе И обращался с бестелесными силами Поэтому и в другом месте сказал он Нет, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями В Галатам 5.24 В том-то и состоит жизнь не для себя, а для умершего за нас и воскресшего Когда мы, как бы мертвы, бываем в отношении к настоящей жизни И не привязываемся ни к чему видимому Для того и Господь наш претерпел распятие Чтобы мы эту земную жизнь поменяли на ту небесную Или лучше сказать Через эту приобрели себе ту Ведь настоящая жизнь, если мы бываем деятельны и внимательны Ведет нас к восхлаждению вечной жизнью И мы, если захотим, хотя несколько воспрянуть И отверстие ока, ума, можем всегда питать в себя мысль о тамошнем упокоении И таким образом проходить и оставлять без внимания видимое И устремлять помысл к будущему и вечно пребывающему Как и блаженный Павел наше наставление говорит А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия Возлюбившего меня и предавшего себя за меня Галатам 2.20 Вот душа пламенеющая Вот ум воскрыленный Вот сердце согретое любовью к Богу Что ныне живу Что ныне живу плоти, то живу верою в Сына Божия Возлюбившего меня и предавшего себя за меня Не подумайте, то есть, чтобы я делал что-нибудь ради настоящей жизни Хотя я облечен плоти и подлежу телесным нуждам То живу верою во Христа Презирая все настоящее Все оставляя без внимания По надежде на него К нему устремил я свою душу Потом, чтобы ты узнал всю великость любви его Он говорит Живу верою в Сына Божия Возлюбившего меня и предавшего себя за меня Смотри, как безмерно велика его признательность Что говоришь, блаженный Павел Немного прежде ты сказал Тот, который Сына Своего не пощадил Но предал его за всех нас А теперь говоришь возлюбившего меня И присвояешь себе одному всеобщее благодеяние Да, говорит Хотя им принесена жертва за весь род человеческий Но по любви моей к нему я присвояю себе все, что им сделано Так обыкновенно поступали и пророки И они говорили Боже, Боже мой Хотя Бог есть Бог Вселенной Но любви свойственно относить к себе то, что есть общее достояние Сына, говорит Божия, возлюбившего меня Что говоришь? Уже ли тебя одного возлюбил он? Нет, говорит Он возлюбил весь род человеческий Но я так обязан ему благодарностью Как будто бы один я был возлюблен им И предавшего себя за меня Что же? Разве заодно у тебя он распялся? Не сам ли он говорит Когда вознесен буду от земли Всех привлеку к себе? Иоанна 12, 32 Да и сам ты не сказал ли, что он предал себя за всех нас? 1 Тимофею 2, 6 Точно так говорит Говоря это, я не противоречу себе Но удовлетворяю любви моей Но смотри, он и чему-то другому получает нас словами своими Выше он сказал, что отец за всех нас За всех нас За нас всех предал его Сына своего А здесь говорит Предал себя Там он сказал так, чтобы показать единомыслие и равночести отца и сына И сделать указание на домостроительство спасения наших Почему в другом месте говорит Быв послушным даже до смерти Филиппийцам 2, 8 Во всех таких местах проповедуя домостроительство и спасение А здесь он употребил выражение Предал себя Дабы показать, что сын воспринял страдания добровольно А не по необходимости и не по принуждению То претерпел он крест по своему хотению И по желанию устроить спасение всего рода человеческого Итак Можем ли мы показать соразмерную любовь к тому Кто явил столь великую, богатую любовь к нам? Если мы решимся положить и самую жизнь свою за его закон И для соблюдения данных от него заповедей И тогда невозможно достигнуть той меры любви Какую он заявил в отношении к нашему роду Он, будучи богом, потерпел все это за людей И будучи господом за рабов И не просто за рабов Но еще за неблагодарных Обнаруживших великую упорную вражду против него Притом он сам предварил оказать такие благодеяния Недостойным и виновным в бесчисленных грехах А мы, что не успеем сделать ничего не совершим великого При всех усилиях возблагодарить предупредившего нас Столь великими благодеяниями Наши дела любви к Богу, если только они последуют За его благодеяниями Составляют уже некую уплату и долг А то, что он делает для нас Есть да и благодеяние, и великая милость Размышляя во всем этом Возлюбим Христа, как возлюбил его Павел И не заботясь о настоящем Укореним навсегда Любовь к нему в нашей душе Тогда мы станем посмеиваться Всему в настоящей жизни И на земле будем жить, как на небе Несчастьем здешним не расслабляясь Ни скорбями не смущаясь Но, минуя все, будем спешить отсюда К возлюбленному Господу нашему Не будем роптать и на медленность Достижения небесных благ Но с блаженным Павлом станем, говорит, и мы Если ныне живем во плоти В веру и живем в Сына Божия Возлюбившего нас И предавшего себя за нас Таким образом, и настоящую жизнь Проведем беспечально И удостоимся наслаждения Будущими благами Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С Которым Отцу со Святым Духом Слава, Держава, Честь Ныне и присно И во веки веков Аминь